Мои дети, мы с ними ходим. Можно сказать, Илья у нас вообще с рождения. Данил сын тоже всегда нас фотографирует, снимает. Мы делаем ежегодное видео, ролик о проведенном дне. Владислав Болотов вместе со своими детьми никогда не пропускает бессмертный полк. Почтить память деда Равгата Измайлова для них долг и большая честь. Дед выжил, но не любил вспоминать военные годы, признается внук. Известно лишь, что в 19 пошел на войну, был разведчиком. Но так случилось, что в первый же год на фронте оказался в окружении фашистов, и вся дивизия попала в плен. Их возили через всю Европу, по всем странам, по всем концлагерям. В 1945 году освободился. Конечно, пришел больной, но тем не менее прожил долгую и достаточно счастливую жизнь. С каждым годом акция «Бессмертный полк» приобретает все больший масштаб и вес. Начавшись в 2011 в Томске, сегодня она разошлась не только по всей России, а всем континентам. Чили, Аргентина, Бразилия. У каждого своя боль, своя память, своя история. Но всех их объединяет одно – в руках у них портреты героев. Указано, что в верхнем ряду указан наш дедушка. К сожалению, мы не знаем, кто конкретно. Мы решили в честь такого праздника, так скажем, с гордостью, пронести фотографию абсолютно всех бойцов. Мы знаем, что наш дедушка здесь. Большое ему спасибо за эту победу. Очень долго изучали историю, очень долго смотрели все архивы. И в дальнейшем мы все-таки надеемся, что мы найдем, как сложилась его судьба. Акция объединяет. С тысячами пермяков в шествии колонны принял участие и губернатор Пермского края Максим Решетников. Мы с папой традиционно ходим с его дедями, соответственно, с моими двоюродными дедами, один из которых был водителем, а другой в авиации прошел войну. Акция «Бессмертный полк» – это как раз возможность даже и самим еще раз вернуться, а главное – детей обратить к этим корням. В этом году, несмотря на погоду, по центральным улицам Перми прошли 38 тысяч человек. Акция закончилась уже традиционно у стен театра-театра. Многие еще долго не расходились, делившись друг с другом историями и байками своих бабушек и дедушек о той страшной войне. Максим Суханов, Константин Старков, телекомпания «Ветта».